Необходимые условия для совершения хаджи От соблюдения этих условий зависит обязательность совершения хаджи. И если все они, равно как и все условия, перечисленные нами в предыдущем разделе, соблюдены, это означает, что мусульманин должен совершить хадж лично. Если же вышеперечисленные условия будут соблюдены, а хоть одно из необходимых условий совершения хаджа соблюдено не будет, совершать хадж лично мусульманин не обязан. В подобных случаях он должен либо поручить кому-нибудь сделать это за него, либо завещать, чтобы на его деньги хадж был совершен кем-либо после его смерти. 1. Отсутствие болезней и физических недостатков Совершать хадж лично не обязаны слепые, разбитые параличем, страдающие хроническими болезнями люди, глубокие старцы, которые не в состоянии переносить тяготы, связанные с пребыванием в пути и совершением обрядов хаджа, равно как и все те, кого можно приравнять к этим людям. Однако, если они располагают необходимыми денежными средствами, им следует при первой возможности поручить кому-либо совершить хадж за себя и оплатить все связанные с этим расходы или же распорядиться о выделении на это необходимой суммы в завещании. Такого мнения придерживались многие учёные, считавшие, что здоровье и отсутствие физических недостатков относятся к числу необходимых условий обязательности совершения хаджа. По мнению же других, это и является необходимым условием обязательности хаджа, из чего следует, что больные и люди с физическими недостатками не обязаны ни совершать хадж лично, ни оплачивают совершение хаджа за себя другим человеком. Второе мнение разделял Абу Ханифа. Сообщается, что однажды одна женщина спросила пророка, алей-иссаляту ассалям, «О посланник Аллаха, Аллах обязал своих рабов совершить хадж в то время, когда мой отец достиг уже глубокой старости и был не в состоянии твёрдо держаться в седле, так могу ли я совершить хадж за него?» На что пророк, саллаллаху алей-иссалям, ответил «Да», передал имам Аль-Бухари. При этом следует отметить, что, по мнению всех учёных, в том случае, когда здоровый человек мог совершить хадж, но не делал этого, пока не был разбит параличем и не получил какое-нибудь увечье, эта обязанность с него не снимается, и он должен отправить в хадж вместо себя кого-нибудь другого. Второе. Безопасность пути. Если человек опасается притеснителей, врагов или разбойников, он не обязан совершать хадж лично. В подобном случае ему следует либо отправить в хадж другого, либо распорядиться о выделении на это необходимой суммы в своём завещании. Дороги должны быть безопасными с того времени, когда жители города или селения, где живёт паломник, начинают отправляться в хадж и до времени их возвращения. Третье. Условия, касающиеся женщин. Если для того, чтобы добраться до Микки, женщине потребуется не менее суток, сопровождать её в пути должен близкий родственник, махрам или муж. Посланник Аллаха Алии Саляту Ассалям сказал, «Непозволительно женщине, верующей в Аллаха и в последний день, отправляться в поездку, которая займёт день и ночь без сопровождения близкого родственника», передали имама Аль-Бухари и муслим. По мнению имама Аш-Шафии, женщинам разрешается совершать предписанный хадж и без сопровождения мужа или близкого родственника, если она отправится в путь вместе с другими достойными доверия женщинами, что обеспечит ей безопасность. Близким родственником махрам считается любой разумный, зрелый и не относящийся к числу нечестивцев мужчина, на брак которого с мусульманкой шариат налагает абсолютный запрет. Следует ли женщине расходовать свои средства на близкого родственника или мужа, если иначе он откажется сопровождать её? Очевидно, что она должна делать это, если только сопровождающий её мужчина станет выдвигать подобные условия. Если женщина найдёт близкого родственника, который согласится её сопровождать, муж будет не вправе запретить жене совершить предписанный хадж. Объясняется это тем, что выполнение предписанного шариатом имеет приоритет над правами мужа, а совершение хаджа относится к числу предписанных действий. Если же женщина намеревается совершить хадж добровольно, то муж вправе запретить ей это. Если у незамужней женщины не найдётся близкого родственника, ей следует распорядиться в завещании о выделении необходимой суммы на совершение хаджа вместо неё кем-нибудь другим, если она скончается, прежде чем сможет найти сопровождающего из числа близких родственников. Однако некоторые учёные, считающие наличие сопровождающего из числа близких родственников необходимым условием обязательности совершения хаджа для женщины, указывают, что она этого делать не обязанна. Четвёртое. Второе условие, касающееся женщин. Для женщины, которая получила развод или овдовела и желающей присоединиться к паломникам, должен закончиться срок идда. Если же женщина совершит хадж до истечения этого срока или отправится в хадж без сопровождения мужа, близкого родственника, её хадж будет действительным, но она поступит греховно, так как до истечения идда она считается замужней. Следует отметить, что в некоторых странах сейчас существуют специальные квоты на хадж, что приводит к многогодовым очередям. И это, конечно, также является одним из условий возможности или невозможности совершения хаджа. Ещё одной причиной невозможности отправиться в паломничество может служить социальное положение человека, под которым понимается наличие тех, кого невозможно оставить без присмотра, например, пожилые родители или дети, или оплатить услуги няни. В этом случае обязанность совершить хадж возникает только тогда, когда по каким-либо причинам такая ответственность с человека снимается. Например, если находится тот, кто может его заменить.